Не могу, конечно, не коснуться ситуации на фронте. Вы являетесь непосредственными участниками военных действий, защищаете Украину. Знаем, что сейчас по всему фронту россияне активизировались, они стаскивают туда технику. Мало того, увеличилось количество штурмов, соприкосновения на линии фронта, пытаются в Авдеевке изменить свои позиции на запорожском направлении. С чем это связано? И один из военных экспертов говорил о том, что это как имитация наступления. Согласны ли вы с этим? И есть ли у врага действительно возможность давануть опять армии нашей позиции? Смотрите, российская армия испытывает логистические проблемы. Ей сложно сконцентрировать большое количество войск на одном направлении. Потому что чем менее качественно воюет армия, чем менее качественно она воюет, тем больше сил и средств ей нужно для достижения одной и той же задачи. В качестве примера я вам могу привести, например, если для уничтожения ротного опорного пункта при достаточном точной стрельбе нужно 500 снарядов калибров 152, то снаряды типа экскалибур, таких снарядов нужно будет порядка 30. Теперь представьте, сколько усилий привести 30 снарядов, 30 выстрелов в гаубице 155, которые будут весить порядка двух тонн, и привести туда 500 снарядов, которые уже потребуют 30-40 тонн. То есть это уже железнодорожный вагон, который надо загрузить где-то, привезти, разгрузить. И не умея воевать умением, российская армия продолжает воевать числом. Не имея возможности своей силы сконцентрировать изологистических проблем на одном участке, она давит на широких участках фронта на нескольких направлениях. Плюс я подчеркну то, что операция на текущий момент комбинированная, она была сопряжена по времени с террористической атакой на Израиль. Заметьте, как все совпало. Потому что в группировке такого масштаба, скажем так, вчера информация поступала из района Красногоровки, вела наступление фактически бригадная группа, то есть до 2000 единиц личного состава, четыре десятка единиц бронетехники. Противник за вчерашний день понес на фронте, скажем так, очень большие потери. Давно он так не старался. Там около тысячи, да, по-моему? Да, тысяча человек, 40 танков, три или четыре десятка артиллерийских систем. То есть потери большие, успеха нет. Чтобы вы понимали, в районе Аддеевки на южном направлении противник за полтора года продвинулся на 7 километров, на северном направлении порядка 9 километров. Если мы все это поделим на 500 с лишним дней войны, то окажется, что противник наступает темпами по 10-15 метров в день. Да, ну, скажем так, это не наступление здорового человека. Например, германский вермахт, который считается армией, которая классически умела проводить глубокие операции, он наступал с темпами по 30-50-80 километров в день, понимаете? А тут речь идет о 10 метрах в сутки, чула огромных потерь. Да, значит, такой темп наступления. С чем он, по-вашему, в первую связан? Потери, да, мы понимаем, что они буквально продавливают фронт живой силой. Ну, что реально никогда не себе не позволит Украина. Вот. С чем вот связано такое медленное продвижение? Медленное продвижение связано со стойкостью украинских защитников, с тщательным и грамотным инженерным оборудованием позиции, с хорошим взаимодействием пехотных подразделений и артиллерийских подразделений, и подразделений БПЛА. Соответственно, противник несет огромные потери. Они не соизмеримы с тем результатом, который он там получает. То есть это для него фактически верден, мясорубка. Достаточно безуспешная и бестолковая. Но еще раз скажу, ни людей, ни техники им не жаль. А у Российской Федерации сейчас огромное желание на фоне политической нестабильности на Ближнем Востоке усилить натиск на фронте. Кстати, говорят, что 25-я армия Российской Федерации, которая сейчас перекинута на восток Украины, это последний резерв. То есть у них правда уже бросают в бой, пользуясь случаем ситуации на Ближнем Востоке, все, что есть. Понятно, я бы, скажем так, не давал шапка закидательских настроений. Прекрасно понимаем, что людской ресурс в России очень большой. Но есть большие проблемы с мотивацией этих людей. Все меньше и меньше людей желают сгнить где-то под Бахмутом или под Работино. Техники у России тоже много, но она не бесконечна. По моим оценкам, при текущих темпах потерь, а уж если потери достигнут темпов, вот как вчера, то пара лет и техника закончится. И Россия не может производить такими же темпами технику, как, например, во время Второй мировой войны, когда у руля был Сталин. И Путин очень часто косплеит Сталина, но, мягко говоря, он не Сталин. Сталин был страшным тираном. Но это был человек идеи, который, умерев, оставил, грубо говоря, после себя шинель, сапоги и трубку. Ну, можем, я думаю, все прекрасно знают о яхтах, любовницах, дворцах Путина и его окружении. То есть это отнюдь не Сталин. При Сталине Советский Союз производил 2000 танков в месяц, понимаете? И он мог закидывать вермахт германский мясом и железом в неограниченных количествах. Путин что производит? Что производит путинская Россия? Максимум 150-200 танков в год. А потери за вчерашний день уже 40 штук, понимаете, да? То есть они вынуждены поднимать с БХВТ, с баз хранения вооружения и техники, старый хлам, начиная с 1948 года выпуска, понимаете? С 1948 года выпуска. 15-20% российской бронетехники – это уже Т-55 и Т-62. Понятно, что их много. Понятно, что лучше иметь 200 Т-55, чем 10 Абрамсов. Ну, просто за счет того, что они задавят массой, их можно закопать в капониры, использовать в качестве огневых точек. Потому что какой-никакой плохой танк гораздо опаснее, чем просто воин с винтовкой. Но все равно и это будет заканчиваться. Ну, ВПК, получается, не может производить танки, ракеты и шахеды. Мы видим сейчас юг Украины, юго-восток Украины атакуют невероятным количеством беспилотников. И это уже не только иранское происхождение. Видим, что некоторые собраны в России в обход санкций. То есть, если мы уже коснулись ВПК, беспилотники и ракеты, какие сейчас возможности у Российской Федерации? Россия, естественно, наращивает их производство. И, естественно, вполне логично, что она будет копить силы и средства для нанесения в морозы удары по критической инфраструктуре. Это понятно. Государство-террорист использует в основном террористические методы ведения войны. С попыткой, конечно, вызвать недовольство населения и привести к каким-то волнениям, к недовольству. Привести к попытке политических договоренностей в решении конфликта. Но, мне кажется, они не рассчитывают на то, какой дух у украинского народа. Да, люди, конечно, устают от войны. Все мы люди, все мы устаем от войны. Но та ярость, которая вспыхивает в обществе при убитых мирных жителях, та ярость, которую испытывают люди, когда видят, что их дети вынуждены мерзнуть и сидеть во тьме. Российская военная верхушка сильно просчиталась, когда начинала войну, когда она напала на Украину. Она не поняла сам дух свободной Украины. Она не поняла того, что именно в Украине произошел Майдан. Когда люди, недовольные тем, что происходит, вышли и снесли не устраивающую их власть. И эти же люди, если будет нужно, они потерпят. Они потерпят, они разозлятся и перебьют врага. Поэтому расчет на то, что удастся террором сломать украинцев, он не оправдан. Да, сто процентов. И ведь прошлый год должен был дать понять, что никаких волнений не было. Покупались генераторы, пауэрбанки, и люди жили и работали дальше. И это для меня был шок. Я помню, что я иду по улице. Буквально два дня назад в этой клинике еще не было света. Здесь уже стоит генератор. И ты идешь и думаешь, что невозможно победить такой народ. Они не возмущаются. Они, в смысле, возмущаются только терроризмом. Но тем, что так происходит, они просто берут и работают. Дальше издаваться никто не собирается и не будет. Удивительный логичный 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 логичный